Журнал «Лучшие компьютерные игры» представляет Совместно с организацией «Алый монастырь» за сохранение культурного наследия При участии сети аэродромов «Заплати и лети» Десять рукотворных чудес Юная эльфийка отправилась в дальнюю экспедицию за самыми красивыми и захватывающими дух пейзажами королевств Азерот, северных земель Лорда Ирона и на далекий континент Калимдор На грифонах, мантикорах и на верном белом тигре она исследовала страны, города, пустыни и леса Чтобы собрать рейтинг из десяти самых великолепных рукотворных пейзажей двух континентов И в первую очередь эльфийка отправилась в родные земли, в эльфийский ясеневый лес Когда-то очень давно Калимдор был единым континентом, на котором жили перворожденные ночные эльфы Но они бесконтрольно использовали древнюю магию и привлекли внимание пылающего легиона Огромные силы взрыв разделил континент на две части Исчезли древние города эльфов, но и поныне в ясеневом лесу видит пешеход остатки былого величия Гордые лучники Квельдарей смотрят с постаментов в старинный лес А эта статуя от древности почти полностью погрузилась в землю Но по ее виду можно судить о том, какими величественными были города и великие статуи эльфов Нам вовек не войти в эти старые храмы Памятники и храмы ясеневого леса на десятом месте Солончаки — одно из самых печальных мест в Калимдоре Сюда приходит умирать старый кодо, и здесь почти нет растительной жизни из-за плотных солевых отложений На северо-востоке области возвышается древняя эльфийская башня, напоминающая о былых временах Но сейчас у ее подножья живут только змеи-люди, в которых выродились высшие эльфы и пришлые морские великаны Пережив катаклизмы, войны и тысячи лет безжалостного времени Запертая наглухо башня стережет западные пределы Калимдора На девятом месте старинная башня Квель-Дарей в Солончаках Когда во время войны трех королей, гноми и клан Диких Молотов был изгнан из Хас-Мадана, он переселился сюда, в горное Северное Дальноземье Суровые гномы сумели приручить диких грифонов, именно благодаря им небеса Азерота стали так близки Северный климат и войны с дикими троллями выковали из гномов суровых воинов Дикие молоты выстроили над своим подгорным селением огромный монумент Орел смотрит с высоты на восток, недвусмысленно угрожая троллям Пожалуй, нет больше в мире таких огромных статуй Голову и клюв орла даже трудно рассмотреть с земли Вершина монумента теряется высоко в облаках Вознесшийся главой непокорной выше облаков каменный орел в Дальноземье на восьмом месте Могущественный бог огня Рагнар, освобожденный неосторожными гномами, поработил клан темного железа, который и построил чертоги Черной скалы Стоит отдать темным гномам должное По сравнению с огненным величием этих залов меркнет даже древний город-кузня клана Бронзобородов Над озером Лавы несколько каменных изваяний темных гномов держат на таких же каменных цепях огромную гробницу Чтобы удержать такую скалу, нужны действительно прочные цепи На каждом звене могут встать несколько героев в ряд Воины Альянса и Орды пользуются этим Они регулярно ходят на штурм подземелий, к темным гномам, коркам Черной скалы, а то и к самому Рагнару в гости На седьмом месте мрачные огненные залы Черной скалы, царство огня и камня В южных пустынях Селитуса издавна обитают раи насекомых Селитидов Которыми управляет древний и мерзкий бог Ктун С ними борются друиды Ценария, но борьба идет с переменным успехом Пусть ульи Селитидов можно лишь условно назвать рукотворными Но их смертельная красота заворожит любого, кто их увидит в первый раз Эти места называют не иначе, как ужас Селитуса Огромные и жуткие ульи Селитуса занимают в рейтинге шестое место Гномы с древних времен славятся как строители городов и монументов из камня Но иногда они используют свои умения, чтобы построить нечто не только красивое, но и полезное Например, эту плотину каменотесов, которая удерживает в себе озеро Лок Она настолько высока, что завороженные путники часто прыгают с нее, по неосторожности расставаясь с жизнью К счастью, у эльфийки есть заклинание медленного падения Из огромных каменных ртов излишки воды сливаются в низины макроземья Вода обрушивается из водопадов и добавляет влаги в эти болотистые низины Гномья, плотина каменотесов, разделяющая Лок-Мадан и Макроземье, замыкает пятерку лидеров Темный портал На всех двух континентах не найти места, в котором история сразу двух планет изменилась бы столь круто и необратимо Здесь ведомые пылающим легионом орки вторглись в Азерот из родной планеты Драенор Здесь, через много лет, их вытеснили обратно в мир, который уже разваливался на куски, раздираемый демоническими энергиями Когда-то это место населяли лишь демонические стражи, но теперь их здесь нет Портал окружил лагерь Альянса и Орды Уже очень скоро он откроется и выпустит первых путешественников во внешние земли, к далеким звездам и новым приключениям Темный портал, который когда-то был простым украшением проклятых земель Теперь стал единственным местом сообщения между Азеротом и внешними землями Он занимает четвертое место в нашем рейтинге Пожалуй, ни один город на двух континентах не может сравнивать Это место сравнится с великолепием Громового утеса города, который раскинулся на таких высоких горах, что подняться в него можно только на огромных лифтах Здесь живут Таурены, племена воинов, которые обитали на Калимдоре задолго до того, как здесь появились орки Высокие тотемы, мельницы и обшитые кожей кода Вигвамы особенно красиво смотрятся ночью и на восходе Великолепный громовой утес столицы Тауренов, раскинувшиеся на высоких горах на почетном третьем месте На великом острове-дереве Тель-Драсил, выращенном жрецами древности, в прекрасном и печальном городе Дарнас, эльфы построили храм Элуны, богини ночи В фонтане сама Элуна, исполненная в камне, держит блюдо, символизирующее луну Из-под купола спускается небесный свет, окутывая храм волшебным ореолом А на балкончиках стоит сама первосвященница Тиранда, в сопровождении свиты и одной хвостатой девушки, посланница исхода Храм эльфийской богини Элуны поразил наше воображение и оказался на втором месте рейтинга Но кто же будет первым? В далеких песках Танариса Среди гор затаились драконы, хранители времени Древние, забытые, стражи эпох Это дети великого дракона Назарму Они стерегут пещеры времени, одно из самых удивительных мест в мире Здесь не властвуют законы физики и времени Здесь собраны воедино жуткие и мрачные свидетельства былых времен Пояса астероидов и потоки магических энергий Пронизывают пространство и огромные драконы парят над вращающимися песочными часами Драконы охраняют вход в подземелья, ведущие в далекое прошлое К героям древности и к великим сражениям, определившим историю миров Нет прошлого, кроме того, которое мы сами для себя выбираем Вне конкурса Пещеры Времени Если от предгории Хиллсбрада отправиться на север То путешественник издали увидит странный купол явно магического происхождения Переливающийся фиолетовым и сиреневым, сверкающий яркими огнями купол Защитное поле, которым маги древнего города Даларан Окружили себя, чтобы залечить раны, нанесенные когда-то пылающим легионом Башни сообщества волшебников Кирин Тор Сам город и фиолетовая цитадель Все закрыто от внешнего мира Никто и ничто не сможет проникнуть внутрь, если этого не захотят сами маги Волшебники Даларана и их верные каменные слуги дежурят на развалину города Которые остались за пределами гигантского купола Маги тщательно стерегут подходы к куполу Как со стороны Хиллсбрада, так и с берега озера Лордомер Это Даларан, город магов, которые даже в добровольном изгнании Не устают удивлять весь мир Великолепный, потрясающий купол над городом Принес Даларану первое место Посмотрите на него еще раз Это действительно самое внушительное, захватывающее дух И великолепное зрелище во всем мире Смотрите в следующих выпусках клуба игропутешественников Эльфийка снова отправляется в путешествие На этот раз она собирается отыскать на двух континентах и островах Лучшие пейзажи и нерукотворные чудеса, рожденные самой природой Памятники королей, монументы, прославляющие героев И печальные надгробия Исследование всех исторически значимых монументов От самых древних до современных От полуразрушенных до тщательно охраняемых государствами Азерота и Календора А также внешние земли Бывшая планета орков Драенор Первая экскурсия за темный портал Только в клубе игропутешественников О, ман, ман, ман О, ман, ман О, ман, ман Субтитры создавал DimaTorzok